Всем привет, ребят! С вами Стивен и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это 28-й день, 24 часа челлендж, и мы продолжаем играть в игрушку. Посмотрим, что у нас сегодня получится, что я сделаю, и знаете ли, здесь будут неожиданные моменты, о которых никто не мог предположить. Перед началом ролика поставьте, пожалуйста, лайк, это будет очень клёво, если вы это сделаете, напоминаю вам. И также посмотрите мой предыдущий стрим, там была просто дичайшая бомбёжка, а также прохождение серебром на Старшем Боге, полностью лютый разнос, хай-тек Джеки Брикс. Это было сложно, но при этом это было и забавно, с одной стороны, и интересно. А мы начинаем! GameGold.ru, сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это ещё не всё. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. StevenBonus дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И StevenSkydka при покупке от 1000 рублей, 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Так вот, я рассказал вам в начале ролика о неожиданном повороте. И знаете ли что? Первоначально, что я хотел сделать? Я даже говорил об этом на стриме, я хотел просто пооткрывать наборы и в принципе всё. Я открыл бы набор и этого было бы достаточно. Но нет. Для начала, что мы делаем? Мы переходим в Войны Фракции. Как вы видите, у меня на данный момент 156 тысяч кунаев. Это я вам просто решил показать, чтобы если вдруг кто-то задаётся вопросом, вы это знали. Но для этого мы переходим в коллекцию. Для чего пока непонятно, но в скором времени вы всё узнаете. И смотрите, у меня сейчас Джеки Брикс есть хай-тек, которая занимает третье место. Она четвёртого слияния и сорокового уровня. И я думаю, многие и так понимают, что этого персонажа нужно прокачать до 50-го левела. Что мы прямо сейчас, я прямо на ролик это и сделаю. Зачем именно на ролик, чтобы вы видели, как быстро и как круто будет прокачиваться этот перс. И будет занимать топовую строчку. Я не знаю, обгонит ли он, конечно, точнее она, Кенши. Но я буду стараться сделать для этого всё возможное, потому что я хочу как можно дальше продвинуться в этой игре. Как можно быстрее это сделать. Плюс уже 28-й день, в скором времени будет 30-й, 31-й. Там уже финалочку, подводим итоги за месяц. И хотелось бы, чтобы эти итоги были более обширными. И вот, я прокачал ещё одного персонажа до 50-го уровня. Вроде как Джеки Брикс хай-тек достаточно интересный персонаж и в будущем она нам пригодится. Да также по той же самой пассивной способности все спецназовцы в отряде получают плюс 20% к заряду силы. А у нас как и Кенши, так и Кейси Кейдж это основные персы в моей коллекции. Они спецназовцы и это классно. Кейси Кейдж спецназовец. И достаточно большое количество у меня спецназовцев есть, которых я могу заюзать вместе с Джеки Брикс. Таким образом персонаж становится достаточно ценным. Но вы опять же не обратили внимания, что что-то изменилось, да? И я вроде тоже не особо это заметил. И первоначально я хотел просто взять и перейти в наборы карт. Открыть набор за 400 душ. Выбить возможно даже алмазную карту. И в принципе всё. Мне больше ничего не надо. Я такой, ладно, спасибо за алмазочку игра. И этого было бы достаточно. Но тут я захожу в персонажа и смотрите, кто тут имеется. Кто же здесь у нас имеется? А кто это такой в середине? А это Джеки Брикс Хайтек снова. Вот это вот неожиданный поворот данного ролика. Я не ожидал вообще здесь увидеть этого персонажа. Мне казалось, что я просто открою набор. И всё. На этом ролик закончится. Но нет. Мы прямо сейчас, прямо сейчас приобретём этого персонажа. Увеличим ей атаку. И возможно выбьем её на вторую строчку. Это будет просто шикардосик. Вот серьёзно. Я думаю, что это будет интересно. Поэтому давайте попробуем это сделать. Я уже соединяю эту карту. Я её купил. Обратного пути нет. И она у меня становится пятого слияния и пятидесятого уровня. Что очень круто. Я первоначально-то думал, что Хайтек Джеки Брикс я буду очень долго качать. Но тут мы нажимаем в коллекцию. И она уже занимает вторую строчку. Она обогнала Кэсси Кейдж. И она стала наравне с Кейнши. Но при этом у неё больше здоровья. Что очень хорошо. И мне, конечно же, это нравится. У неё карты поддержки прокачаны уже до седьмого слияния. Что тоже даёт небольшой баф, конечно же, к прокачке. И это, на мой взгляд, тоже отлично. Смотрится идеально и интересно. Персонаж хороший. Персонаж крутой. И я надеюсь, что дальше мне будет вести приблизительно точно так же. Кого я буду прокачивать следующим, пока не знаю. Наверное, акцент сделаю скорее на Каталькане и на Кинши Ранине. Давно пора уже эту алмазку прокачать как можно больше. Но, блин, да, вот такой вот поворот, которого я не ожидал. Вот серьёзно. Далее. Давайте перейдём сейчас в наборы. Я пооткрываю наборы за 70 тысяч. А потом уже поговорим о новом обновлении. И я выскажу своё такое небольшое мнение по поводу всего того, что произошло буквально вот за последнее время. Потому что появился и набор со Скарлетт. И там, конечно, есть что сказать. И плюс появился новый ивент, что тоже очень хорошо. 15% повышение шанса критического удара. Кинжал сайт. Спасибо огромнейшее. О, киберброня. Увеличивает исцеление после выполнения спецприёма. Но это говно на самом деле. Только на триборгах максимум юзать. Поэтому, ну, такое. Оно вроде и надо, а вроде оно и не надо ничего. Ну, ладно, окей. Прокачал и прокачал. Давайте открывать следующий набор и смотреть. Вдруг вот здесь нам повезёт. Вот выводит что-то интересное. Да, конечно. Боевой дробовик. Вот это я понимаю, интересное выпало. Тут у нас... О, клинки Кобудзюцу прокачиваются уже до четвёртого слияния. Шанс на атаку 38%. А на какую? Основную. Основная атака увеличена на 38%. Плюс поставим на Таню. 24% вероятность превращения спецприёмов в 1 и 2 в неблокируемые. Что тоже круто. Таня, конечно, у меня второго слияния. Ну, что поделать, куда деваться. О, маска гладиатора становится 10-го слияния. Добавляется 50% сопротивление замедлению и оглушению. Броня топовая. Клёво. Так, следующий набор. Я, конечно, жду молот гнева, либо шлем шоукана. Мне эта экипировка сейчас очень важна. Но если не выпадет, конечно, будет немножко печально. Но я надеюсь, рано или поздно выпадет. Драконий щит, меч. И что у нас тут? Драконий щит ещё один? Нет, камни элементов. Камни элементов. Ну, такая экипировка на деле. Хочется, конечно, редко, чтобы выпадала. А выпадает, как всегда, вот эта вот необычная, обычная экипа. Которая вроде особо-то и не нужна. Ты её прокачиваешь. Непонятно зачем. Непонятно для чего. Она мне выпадает. Это, конечно, хорошо. А то и не очень хорошо. Дух дракона. И тут шляпа ветров. Да, стойкость будет увеличена. Рейдену-то как повезло. Я не знаю даже. И амулет шинока увеличивает бонус к лечению с 25 до 27%. Ну, хоть увеличивает бонус заряду силы шиноку. Хотя надо ли это нам вообще? Непонятно. Не ясно. Ну, увеличивает и увеличивает. Ладно. В принципе, это всё, что я мог на данный момент сделать. По персонажам, кстати, можно было шинока ещё одного купить. Либо бурайчо. Теперь мы открываем новый набор. Набор, который сейчас... Блин, появились наборы за 7 штук. За 7 тысяч ты можешь купить потрясающий комплект подарок на Хэллоуин. В него ходят. Слушай. 7 тысяч рублей. Ты представляешь? 7 тысяч 500 рублей. Одна алмазная Скарленд из МК-11. 11 карт снаряжения бездонный сосуд с кровью. 31 карта снаряжения для башни ужаса. 20 карт повышения уровня и 4 тысячи душ. 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей. 7500, грубо говоря. 7500, да. А ты представляешь, что кто-то эти деньги реально тратит на эти, блин, карты? 7 тысяч. 6 просто. Есть за 4 тысячи. Одна алмазная Скарленд из МК-11. Одна карта снаряжения бездонный сосуд с кровью. 10 карт снаряжения для башни ужаса. 10 карт повышения уровня и 1000 душ. Ну сейчас на хайпе со Скарленд, конечно, найдутся умельцы, которые задонатили. Ну и в магазин перейдя, Скарлетт Холодная Война за 900 рублей, либо 10 долларов за 899, если я не ошибаюсь, оно продается рублей. Да, такие вот дела. И это вроде с одной стороны очень круто звучит, а с другой стороны, ну, совсем не очень. Вот вообще не очень. Какой-то странный персонаж, потому что шанс на выпадение 20%. Притом, здесь выпадает 5 карт золотых. Ну вообще, 5 карт персонажей. Выпадает 5 карт персонажей. Значит, шанс на перса, ну, по сути, практически стопроцентный. Ты открываешь этот набор, тебе выпадает эта алмазка, да еще и карта снаряжения. Там с шансом 20% на бездонный сосуд с кровью. Вообще, набор отчасти и хороший, но отчасти и не очень хороший. Размещу его на превьюшку определенно, потому что хочу это сделать. И я, наверное, это сделаю. Потому что наборчик выглядит красиво. Если кто-то не помнит, то Scarlett MK11 в прошлом году набор стоил 7490 рублей. В этом году набор стоит 10 долларов. Это в 7 раз дешевле, нежели чем в прошлом году. Приблизительно, может даже больше, чем в 7 раз. Наверное, в 10 раз дешевле практически. И это клево. Ну, там, конечно, выпадало побольше всего. Там и алмазная карта, и 20 карт увеличения уровня. И 20 экип, то ли 30 экип на башню ужаса. В общем, куча всего было. И даже бездонный сосуд кровью там давался 10 слияния сразу же. Но, опять же, за 7490 рублей. Здесь же за 10 долларов шанс на просто Scarlett Холодную Войну. Описание на нее великолепное. Читать я его, конечно же, не буду, потому что смысла нет. И говорят то, что персонажей не добавили в коллекцию. Вот мне интересно, правда это или неправда. Потому что, если не добавили, то это очень странно будет. Scarlett MK11 есть? Нет, есть Scarlett Холодная Война. Вот она, ее даже можно здесь изучить. Выглядит она вот таким вот образом. Если здоровье Scarlett Холодная Война опускается ниже 30%, она получает алый щит, который отражает 50% начального урона от основных атак, спецприемов и атак рентгеном. Все союзники Scarlett Холодная Война имеют 40% вероятность получить алый щит на 7 секунд при использовании спецприема первого. А алый щит что еще раз делает? Получается алый щит, который отражает 50% начального урона от основных атак, спецприемов и атак рентгеном. Алый щит это просто тема. Отражение урона всегда мне нравилось и это круто. Плюс еще, так, персонажи Холодной Войны наносят на 10% больше урона персонажам Дня Мертвых. Но это синергия на каждом персонаже Холодной Войны. В принципе, клево, алый щит это круто. И я думаю, что персонаж топовый. Хилка на спецприем второй, на спецприем первый кровоток и на X-Ray тоже кровоток. Выглядит персонаж дико, конечно же, хотелось бы мне его заполучить. У меня даже карты поддержки к нему имеются, к ней. Но, опять же, это сложно сделать, потому что выбить его не то, чтобы практически невозможно. Но 900 рублей-то требуется, либо 10 долларов. А это, ну, такой себе вариант. Вот такой вот, ребят, ролик получился, да? Своего рода неожиданный поворот. Кажется, что вроде бы-то все легко и просто, а на деле-то смотрите, прокачали снова мы Джеки Брикс. Таким образом, у меня уже появился персонаж на 28-й день игры. Пятого слияния, золотой, чего добиться, но очень сложно на 28-й день. Мы, может, даже ее до седьмого слияния когда-нибудь апнем в скором времени, а это уже будет прям очень круто. Но, опять же, это все будет зависеть от магазина, от наборов, которые мы будем открывать. Поэтому там все очень и очень сложно. Но все-таки то, что я прокачал Джеки еще круче, говорит о том, что нагибать теперь будет в разы легче. Даже в том же самом испытании на первой и второй сложности. Даже, наверное, там бот справляться теперь будет. Это клево. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.